Здравствуйте! В эфире программа «Айтарымбар» и ее ведущая Фаньяна Сибулина. Сегодня у нас в гостях начальник кредитного отдела Восточно-Казахстанской области филиала Акционерного общества Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства «Кокеев-Ернат». Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, чем занимается Ваша компания и в целом о деятельности Вашей компании? АЛОФ Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства является дочерней организацией национально-управляющего холдинга «Казагра». Мы занимаемся кредитованием по четырем направлениям. Это первое направление животноводства, второе направление растеневодства, третье направление на развитие предпринимательской деятельности и четвертое направление хранения и переработка сельхозпродукции. Наша деятельность является, так как кредитованием, у нас есть разные ресурсы кредитования. У нас первый ресурс – это наши собственные средства. Также второй ресурс – предоставление льготных займов по государственной программе развития предпринимательской деятельности ЕНБИК. То есть в рамках программы ЕНБИК предоставляются льготные займы под 6% годовых. Это для всех типов населения, для многодетных матерей, для многодетных семей по 4% годовых. А сколько всего выдано займов за весь период реализации этой программы? Я вам скажу, что на 2020 год было выделено кредитных средств по программе ЕНБИК на кредитование сельских местностей 2 миллиарда 200 миллионов тенге. То есть уже на сегодняшний день на всю сумму, которую мы ранее озвучили, уже принято заявки полностью. Для города отдельно уже было выделено средства ЕНБИК также в размере 1 миллиарда 200 миллионов тенге для Восточно-Казахстанской области, а именно для кредитования городов-семей, города Курчатов, города Ридер и город Ускаминогорск. Именно по городу-семей сейчас на данный момент идет прием заявок на кредитование предпринимательства. То есть это значит, что потенциальным клиентом, потенциальным заемщиком может быть все наши предприниматели города, за исключением серхоз-виды деятельности. То есть это, скажем, наш рынок, много рынков в городе-семей, много общепитов, много оказания услуг, которые занимаются у нас предприниматели, они все могут претендовать на кредитование под 6% годовых. Но обязательным условием является предоставление залогового имущества. Залоговое имущество расценивается и по стоимости рыночной. То есть для города-семей, если у нашего потенциального клиента есть залог в городе-семей, то от стоимости не более 70%. Если же у нашего потенциального клиента отсутствует недвижимость, то он может привлечь недвижимость третьих лиц. То есть это у нас знакомые, родственники, абсолютно в принципе по критерию мы не обращаем внимания. То есть может быть залоги третьих лиц. Если у потенциального вашего клиента уже есть кредит и на большую сумму, то как рассматриваются вообще условия? Условия вашего кредитования и какие документы нужны, чтобы получить именно финансирование? Здесь на кредитование по программе ЕНБЕК под 6% годовых есть свой алгоритм получения займа. То есть она состоит из 8 ступенек. Это получается первое, у заемщика должна быть бизнес-идея. Второе, заемщик должен обратиться в районный центр занятости, либо в город, получается, где занимаются у нас предоставлением направлений на обучение. Далее клиент получает направление на обучение, идет в палату предпринимателя Атамикен для уже участия в проекте «Бастал бизнес». То есть по «Бастал бизнес» они обучаются. Это вот мы ранее слышали 3 месяца, но сейчас это, получается, время сократили до 5 рабочих дней. Они могут обучиться и получить сертификат от палаты предпринимателя Атамикен. Далее, получив сертификат, наш потенциальный клиент идет в Акимат, в центр занятости. Оттуда получает направление. И после получения направления обращается в фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Оттуда он предоставляет полный перечень документов по списку. Далее получает талон о сдаче документов. После сдачи документов наш, получается, фонд выносит кредитное решение. И, соответственно, по кредитному решению предоставляется льготный займ. Но, опять-таки, здесь, когда перечень документов будет сдаваться, то обращается внимание на качество залога и, в целом, на качество кредитной истории. То есть у нас тоже есть своя кредитная политика и своя залоговая политика. Но, в любом случае, мы будем на каждого клиента отдельно, индивидуально смотреть и расценивать его платежеспособность по погашению кредита последующего. Также обращу внимание, что наши кредитные средства после предоставления имеют возможность получить льготный период на погашение кредита. То есть, если же заемщик планирует открыть магазин, то мы даем определенный промежуток времени, чтобы он смог начать свой бизнес, уже получить достаточную прибыль для того, чтобы погашать займ. Это порядка до двух лет можно будет предоставить льготный период. То есть, как обычно на практике показывают, мы предоставляем до одного года. То есть, это получается как кредитные каникулы? Кредитные каникулы, да, абсолютно верно. А скажите, пожалуйста, в течение какого времени рассматривается получение вот этого кредитования? Какие сроки? Согласно наших внутренних нормативных документов, срок рассмотрения кредитной заявки от момента полного получения пакета документов составляет 10 рабочих дней, 3 недели условно. А можно ли досрочно погасить этот займ? После получения льготного кредитования в рамках программы ЕНБЕК потенциальный заемщик, он вполне может завершить свой займ, закрыть досрочные и платить проценты за тот срок, который он пользовался кредитными средствами. То есть, если он сегодня взял, то погашает через два месяца. И на два месяца он погашает проценты. А на сколько лет дается данный кредит? В рамках развития предпринимательской деятельности, которую мы сейчас обговариваем по направлению кредитования, срок предоставления льготного кредита до 5 лет, это на основные средства. То есть, срок кредита делится по целевому назначению. Например, если заемщик опять-таки открывает магазин, для открытия магазина ему потребуются основные средства. То есть, он будет обставлять, то есть, это вот, скажем так, на примере морозильник, видеокамера, стеллажи, оборудование, мебель. То есть, на эти основные средства срок предоставления до 5 лет. Далее ему потребуется для реализации товара народного потребления срок этих денег на эти цели до 3 лет. То есть, по целевому назначению, если он берет на основные средства до 5 лет, на оборотные средства до 3 лет. Под 6% кодовых. За исключением малообеспеченных. За исключением, да, малообеспеченных, малоимущих, многодетных матерей. Для них ставка льготная, 4% годовых. По программе ЕМБЕК, сколько человек уже обеспечены занятостью по Восточно-Казахстанской области и по семье? Скажите. На сегодняшний день по Восточно-Казахстанской области были, за счет этих средств были выданы проекты, осуществились проекты, под которых рабочее место порядка организовано для 508 человек по Восточно-Казахстанской области. Именно для города Семей, ну, где-то порядка 30 проектов уже были осуществлены. И, соответственно, 30 людей уже обеспечены своими делами. Ну, то есть, своей занятостью, предпринимательством, так сказать. Сколько лет уже Ваша компания на рынке Казахстана? Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства на рынке более 25 лет существует. С какого года реализуется программа ЕМБЕК? Программа ЕМБЕК реализуется в нашем фонде финансовой поддержки сельского хозяйства с 2017 года, с момента открытия этой программы государственной. То есть, у нас называется «Государственная программа развития предпринимателей 2017 и 2021 года». То есть, как дорожная карта бизнеса 2020. То есть, в таком формате. Скажите, кроме программы ЕМБЕК, какие есть средства еще? Кроме, получается, программы ЕМБЕК, мы реализуем проекты под наши собственные средства. Для целей тоже по четырем направлениям. На животноводство, на растение водства, на развитие предпринимательской деятельности, на хранение и переработку сельхозпродукции. Хотелось бы сказать, что на кредитование животноводства сумма за счет собственных средств составляет до 30 миллионов тенге. Ставка 16% годовых. Но конечная ставка для заемщика составляет 6% годовых с учетом субсидирования процентной ставки, которая предоставляется с управлением сельского хозяйства. То есть, процесс происходит следующим образом. Клиент обращается к нам, предоставляет пакет документов на кредитование, на направление животноводства, до 30 миллионов тенге под ставкой 16% годовых. Далее, после одобрения, после выдачи кредитных средств, на следующий же день потенциальный наш заемщик может обратиться в систему колл-дал, электронный формат, и онлайн может перевести, то есть, направить заявку на субсидирование процентной ставки. То есть, 10% из 16% будут направлены из управления сельского хозяйства для удешевления процентной ставки клиенту. То есть, для клиента в конечном итоге 6% ставка будет процентная годовых. А до скольки лет выдается данный заем? Срок кредитования за счет собственных средств составляет до 10 лет на приобретение крэйс-мрэйс. То есть, крупнорогатого скота и мелкорогатого скота. После получения данного займа через сколько лет можно снизить процентную ставку? Как я уже ранее говорил, заемщик имеет право после выдачи кредитных средств обратиться уже со следующего рабочего дня. то есть, со следующего рабочего дня отправляет заявку, но не более одного года. То есть, если он взял у нас по 16% кредит, потом год не обращался ни в какие органы, то эта заявка уже ему остается по 16% годовых конечных. То есть, он должен в течение года обратиться за субсидирование процентной ставки. Также для получения кредита за счет собственных средств необходимо, чтобы соответствие было по нормативам. То есть, для одного крэйс необходимо 4 квадратных метра площадь для содержания животных и 3 гектара земельных участков для пастбища. Для МРС необходимо 2 квадратных метра для содержания животных в помещении и 0,5 гектаров земельного участка для пастбища. 0,5 гектаров необходимо. То есть, эти нормативы, если у клиента есть, то есть, если вот эти требования он выполняет, то он может претендовать на получение кредита под 16% до 30 млн. в тенге. А кроме какой пакет документов должен иметь получатель данного займа? У нас пакет документов сформирован в количестве 14 документов. Из них порядка 80-85% собираются через электронную цифровую подпись, через ключи ЭЦП собираются. То есть, они могут электронно взять эти документы. Остальные, то, что клиент должен нам предоставить, ему необходимо предоставить, это бизнес-план, направление центра занятости, сертификат «Бастов Бизнес». И всего, в принципе, три документа, которых он сам лично собирает. Остальные, в принципе, эти документы, которые у него уже есть, это через электронную цифровую подпись. Все можно будет получить. На этом у нас все. А я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас был начальник крезитного отдела Восточно-Казахстанской области филиала акционерного общества фонда финансовой поддержки сельского хозяйства КОКЕ и ФЕРНАТ. Спасибо за столь подробную информацию. Всего хорошего. До встречи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok